Конечно, они кого-то заставят улыбнуться, а кто-то, может быть, немножко взгрустнёт. Но всё-таки поводов для радости больше. О том, насколько важно улыбаться, я предлагаю узнать из следующего сюжета. Чередуем. Обними плечи, насос. Дыхательная гимнастика – упражнение для разминки мышц челюсти и языка. Именно с этого начинается постановка дикторской речи. От топота копыт пыль по полю летит. Пожалуй, это самая популярная скороговорка среди тележурналистов. Прежде чем приступить к чтению закадрового текста, речевой аппарат обязательно нужно разогреть. А можно применить другое действенное упражнение – волейбольную сетку, то есть самую обыкновенную улыбку. Это упражнение замечательно разогревает мышцы, которые мы очень редко используем, к сожалению. В актёрском мастерстве улыбка – своего рода визитная карточка. Умение продемонстрировать радость искренне и, что немаловажно, в нужный момент – один из главных признаков профессионализма. У меня, к сожалению, умер дедушка, а в этот день, в день похорон был спектакль. И я не смогла уехать, но у нас был спектакль, и нужно было работать и показать зрителю, что тебе тяжело. Если нужно улыбаться, буду улыбаться. Нужно заплакать, я заплачу. Как показывает практика, люди, не имеющие отношения к актёрской деятельности, задумываются о природе и пользе улыбки гораздо реже. Однако это не значит, что для них такое выражение эмоций менее важно. Будний или выходной день – дождливая или солнечная погода. Улыбка – это некий рычаг управления настроением и эмоциональным фоном. Стоит только за него потянуть, и даже самый пасмурный день заиграет красками. Ну а лучше всего этим приём овладеют, конечно же, дети. Ребята, вы любите улыбаться? Да, мы любим улыбаться! По словам специалистов, улыбчивым людям проще привлечь внимание, расположить к себе окружающих. Этот процесс детально изучен психологами. Ряд исследований показал, что описывая портрет идеальной женщины, абсолютное большинство испытуемых мужчин упомянули одну черту характера. Нехозяйственные женщины, не очень часто, не доброту её, они выделяют лёгкость, жизнерадостность. Да, вот это лёгкое дыхание, о котором Иван Бунин говорил, вот она светится вся, да, вот она улыбается, она светится. И понятно, что жизнь с ней, она будет лёгкой. Там будет юмор, там не будет вот этой вот тяжести, там не будет усугубления каких-то проблем. Конечно, это людей притягивает. За мимику лица отвечает 36 мышц. Когда человек хмурится, задействуется большая часть из них, в то время как за улыбку отвечает всего 10. Из этого следует, что на выражение позитивных эмоций человек тратит меньше сил. Стефан Филатов, Руслан Кохлов. Утро нового дня.